МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Спасибо! Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь настал момент, когда со всех уголков нашей планеты КВН КВНщики вновь съезжаются в Москву. Но тут гадать нечего. Настал момент полуфиналов нынешнего сезона. После летних мероприятий нашего клуба, на мой взгляд, на мой вкус, вполне себе ничего, были летние мероприятия. Игроки возвращаются в нынешний сезон надежд. Ну, напоминать не надо, но все-таки напомню, что действительно важные игры. На кону путевка в финал. И тут уже, как мне представляется, КВНщики должны, образно говоря, и землю рыть, и в облака взлетать. В общем, должна быть такая КВНовская движуха. Но чтобы эта движуха в хаос не превратилась, мы задали им две направляющие для двух полуфиналов. Итак, год 2015-й, высшая лига, полуфиналы, земля и небо. Уважаемые болельщики, у меня ощущение, что их можно уже и отпускать. Они как бы получили свою порцию аплодисментов. И тем не менее, я с большим удовольствием представлю вам первую пятерку. Участники первой игры осенней серии мы посвятили ее земным просторам. Представляю тех, кому придется вот эти земные просторы сегодня осваивать. В данном случае, южные земли нашей страны представлены командой темпераментных молодых людей. Это сборная Дагестана. Махачкала. Далее команда из города, расположенного в поволжских землях. Жители этого города весьма патриотичны и, как следует из названия их команды, весьма креативны. Команда КВН Саратов, город Саратов. В суровых условиях сибирской земли родилась и доигралась до полуфинала высшей лиги КВН команда «Плохая компания», «Красноярский край». Северные земли России, точнее Заполярье, представляют коллектив под названием сборная города Мурманск. «Красноярский край» «Красноярский край» Ну и последняя в этом списке команда, у которой опыт и практика, наблюдение за этой командой показывает, что частенько у них земля уходит из-под ног, но это только когда они достигают кульминации своего творческого порыва. Сборная Камазякского края по КВНу «Астраханская область». Далее неспешной поступью приближаемся к еще одному любопытному коллективу нашей уважаемой жюри, которую я с удовольствием представляю. Да простит меня судья номер один. К ней я чуть позже. Я начну все-таки. Казанат Львович, мы вас очень давно не видели. Мы даже где-то соскучились. Председатель жюри Константин Эрнст. А вот эта милая девушка, учащаяся впервые в высшей лиге. Да. И сразу в полуфинале. Но, в общем, она начинала играть в КВН с детства и доигралась до всякого разного рода высот. Но нам очень приятно, что мы ее можем сегодня приветствовать в нашем жюри. Пелагея. Серьезные мужчины пошли в Валдис Пельш. Я шутку приготовил, заранее придумал. Сейчас надо мне ее будет озвучить. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к следующему члену жюри. Вы сегодня в голосе? Дмитрий Нагиев. Славная шутка, по-моему. Я очень рад, что вот пятому члену жюри очень понравилась эта шутка. У него таких шуток много было. В жизни я рад тебя приветствовать, равно как и все присутствующие. Юлий Гусман. Ну что ж, последний раз на играх сезона Высшей Лиги мы встречались аж весной. Сейчас осень. Все соскучились по любимому занятию. Поэтому не смею больше никого задерживать. Расстанемся интеллигентно. Ни пуха, ни пера. К черту! Итак, друзья, конкурс, с которого мы начнем раскрывать земную тематику игры, называется «Привычно». Приветствия. Тут все без каких-либо изменений. Просто мы начнем наш сегодняшний поход. И команды будут выступать в образе неких землепроходцев. Итак, конкурс приветствия. Землепроходцы открывает этот конкурс сборная Дагестана. Махачкала. Дагестан Боем дагестанском. Боем дагестанском. Боем дагестанском. Орел-сима дагестан. Опять они не воткнулись. Я же говорил, надо с кинжалами танцевать. Ну, не ровно. Москва, молеком, полуфиналовцы! Мои землепроходивцы! Амар, а где вся команда? Мы здесь, Юсуп Сахратулович! А, вот вы где! Спасибо, дорогие друзья, спасибо! Что я хочу сказать. Главное участие – это результат. Поэтому я, все, что мог, я сделал. Все до копейки. Все 20 тысяч из 35, которые выделили, я потратил на команду. А где 15 тысяч? 15 тысяч мне не давали. Мне давали 35. Поэтому, как говорят у нас в Дагестане, глаза боятся, уши ломаются. Приветствие начинается! Друзья, ну и как говорит замминистра спорта Республики Дагестан? Ха-ху! Ну и для начала давайте представим. Дагестанец не прошел слепое прослушивание в шоу «Голос». Проходите, проходите, не расстраивайтесь. Я так думаю, у вас все впереди. А я вообще не расстроился я. Вот это хорошо, вот это поможет. Смотри, вот это Градский где живет? А я не знаю. Это Лепс, там Гагарина. Я, честно говоря, не знаю, где они живут. А четвертый? И где он, к сожалению, не знаю. Я знаю, они коньяк ваш не взяли. Ну я догадался уже. А что сказали? Говорят, дорого. В Москве дешево бывает, что ли? Друзья, давайте представим. Дагестанская пара решила немного разнообразить свою семейную жизнь. Ты хинкал приготовила? Нет. Плохая девочка. Ты в доме убралась? Нет. Да ты безбашенная. Я тебя накажу. А еще я разбила твою машину. Подожди, ты сейчас серьезно или играешь? Играю. А, я тебя... Нет, я все-таки проверю машину. Подожди, господи. О махашкалинской романтике, друзья. Итак, столица Дагестана. Шесть часов вечера. Парк. Парень ждет девушку. Скажи, а ты в любовь с детского взгляда веришь? Да. Да? Тогда скажи, что ты меня любишь. Ну как, я так не могу. Да скажи, да, что ты меня любишь. Да я не могу так. Да не ломайся, да. Хорошо, люблю. Тормози, да. Такое ощущение, как будто сейчас бабочки в животе борются. Я извиняюсь, вы не могли бы уйти? У меня свидание со своей девушкой. Ты кто такая? В смысле, кто я такая? Ты кто такая? Я тебя спрашиваю, кто такая. Так, стоп! Вы обе не могли бы уйти? У меня тут свидание с моей девушкой. Друзья, у нас в Дагестане все очень просто. Все живут по принципу, кто не работает, кто в отпуске, кто на больничном. Итак, давайте представим. У наркодилера на таможне в животе лопнула капсула. Здравствуйте. Здравствуйте. Цель вашего приезда к нам. Цель вашего приезда к нам. Чего не танцуешь? На, держи так, веселей. Цель вашего приезда к нам. Эй, ты что тут делаешь? Пойдем с нами, там веселее. Я пойду с ними, с ними веселее. Друзья, ну и что бы хотел я сказать в конце? Ребята, ребята, подождите. Подождите. Я хочу согреться в лучиках солнца одного человека. Пелагея, здравствуйте. Я когда вас увидел, я вас сразу увидел. Давайте на все закроем глаза и махнем в Махачкалу. Просто в первый раз в Махачкалу лучше ехать с закрытыми глазами. Если вы согласны, я вам подарю эти цветы. Вы согласны? Да? Да? Ну а теперь серьезно, друзья. Дагестан уже давно является частью России. И как сказал наш великий земляк Расул Гамзатов, Дагестан добровольно в состав России не входил. И добровольно из нее не выйдет. Сборная Дагестана. Спасибо. Продолжаем путешествовать по конкурсу приветствия. Теперь мы сделаем это вместе с командой КВН Саратов. Добрый вечер, дорогие друзья. Тема приветствия землепроходцы. Итак, давайте с ними познакомимся. Я Васкадагама. Я открыл Сейшельские острова. А вы в курсе, что там сейчас Дом-2 снимают? Дом-2? Не понимаю, о чем вы. Как бы вам объяснить? Помните, там были дикари? Да. Так вот, они деградировали. Вы кто? Я Турхейрдал. Я продержался на одном плоту 63 дня. 63 дня. Юрий Лоза держится на одном плоту уже 30 лет. Вы у нас? Евгения Васильева. Ага. Подождите, она что, тоже землепроходец? А как же, она столько земли освоила, вам даже и не снилось. Вы кто? Я Христофор Колумб, и я открыл Америку. Ага, вот он, попался. Всем спасибо, все свободные. Даже Васильева? Даже Васильева. Спасибо. Дорогие друзья, как видите, Саратов отлично разбирается в землепроходцах. И как написано на въезде в наш город, берегите лес, недорого. 500 рублей погонный метр. Это Саратов, господа. Начинаем. В этом году были введены новые правила для получения шенгенской визы. И теперь для ее оформления необходимо сдавать еще и отпечатки пальцев. И если дело пойдет так и дальше, то в недалеком будущем в Саратове появится вот такой вот визовый центр. Здрасте, документики все собрал. Давайте посмотрим. Отпечатки пальцев. Есть. Отпечатки локтей. Есть. Диаметр ноздрей. Есть. Что-то маловато. На вдохе мерили. Да. Понятно. Справка о составе семьи. Вот. Справка о составе семьи слева направо. Есть. Справка о химическом составе семьи. Фото отца из армии. Вот. Фото отца из армии с усами. Вот так. Свидетельство о рождении. Есть. Видео с рождения. Вот. Подтверждение отцовства. Есть. Материнство. Вот. Соседство. Есть. Естество. Есть. Фото три на четыре. Вот. Фото четыре на три. Есть. Фото пять на шесть на двенадцать. Вот. Вот. Угу. 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 Ну хорошо. Куда едете? В Белгород. Подождите. Может быть в Белград? Да вы что? Какой Белград? Я ж Козеро. Ах, вам запретили же. В последнее время становится популярным делать ремейки на кино и мультфильмы. Итак, представьте, знакомый уже вам персонаж приходит на союз мультфильм и навязывает свои идеи. То есть вы утверждаете, что новые мультфильмы нам не нужны? Конечно, не нужны. Лучше возродить старые советские мультики, написав к ним новые саундтреки. Что вы имеете в виду? Многие не понимают философский подтекст мультика «Ежик в тумане». Поможет его раскрыть абстрактная группа 7B. «Ежик гулял за туманами, лес был полный обманами, справа были звезды медведя, а слева ежа нашла лошадка-ежа. У вас есть что-нибудь еще? Да, мультик про двух веселых гусей. Вот это хорошо. Явно депрессивный. И это еще почему? Потому что бабушки в жизни, кроме двух гусей, никого не было. А специалисты по депрессивному жанру группа «Агата Кристи». Гуси, 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 да-да-да, есть хотите, га-га-га. Мыли-мыли гуси лапки, утонули все в канавке. И на депрессантах вся бабуся, где же гуси, господи Иисусе? И уходит в небо не спеша грешная гусиная душа. Га-га-га. Хорошо, хорошо, мы вас берем. Мы сами увольняемся. Уходим. Дорогие друзья, в этом году Саратову исполнилось 425 лет. И мы бы хотели на День города пригласить Дмитрия Нагиева. Дорогой Дмитрий Нагиев, ответили нам в администрации нашего города. На сцене была команда Саратов. Команда, которую интересно смотреть. И приятно слушать. Спасибо. Продолжаем. Землепроходцы. Сборная города Мурманск. Добрый вечер, друзья. К вам приехала самая северная команда клуба. Снова Мурманск к вам добрался, хоть никто не ожидал. Снова северные парни раскачают этот зал. Уникальные ребята, если никто еще не знал. Соболярная команда. КОН полуфинал. Добрый вечер, друзья. С вами сборная Мурманская и наша первая миниатюра «Случай на подводной лодке». Здравствуйте, друзья. Сейчас объясню, что происходит. Вот только сам узнаю. Ребят, что происходит? Ну так это, мы второй год уже в КВН играем. Вот, учимся потихоньку. Потихоньку учишься в России, он моцареллу делает. А у вас прям качественный скачок. Получается, мы больше не гадкий утенок высшей лиги, не хромая кобыла КВНа, не пушечное мясо полуфинала. Как-то нас что-то организаторы называли? Слушайте, а раз мы в КВН научились играть, получается, все поменялось? У меня теперь фанатки будут? Не, ну лицо-то у тебя не поменялось. В этот раз, честно говоря, ну еле-еле добрались до Москвы. Но хорошо Аня подвезла. У нее же теперь машина есть. Деоматис. Сразу видно, что сама купила. Ну или это был очень глупый поступок, Аня. Герман, может быть, уже хватит всем про мою личную жизнь рассказывать. Лучше вам про свою расскажи. А че, у меня все нормально, у меня теперь девушка есть. Так это, покажи ее, не бойся, пусть выходит. На эту сцену даже танк выезжал. Да вот она! Так, Герман, ты выпил свои таблетки? Нет. Ну тогда у нас проблема. Кто-то выпил твои таблетки, Герман. Это че, твоя девушка? Ты как ее нашел вообще? Я просто дома на кровать лег. Посмотрел, сколько места остается. По этим параметрам и искал. Да? А че мы ее раньше не видели? Она вообще-то все время со мной была. Может, я просто как-то не так стоял? Вот видите, с ней даже смешнее будет. Герман, в КВНе смешнее, не значит лучше. Аня, вот сколько раз тебе говорил, спорь на тему, в которой ты разбираешься. Маникюр, все в принципе. И откуда она? Из Сочи. А, ну стало быть, к ней поедете, потому что в Мурманске-то она еще меньше станет, я так понимаю. А вы можете не стараться меня обидеть, я к своему росту уже привыкла. Ну это понятно, он-то у тебя, наверное, лет с девяти не меняется. Герман, а я не понимаю, что у вас в команде до сих пор делает этот гугл в платье? Миллион запросов и в постоянном поиске. Мне кажется, сейчас слишком витиевато получилось, мне кажется, она не поняла. Слушай, ты, все, я поняла, и нормально у меня платье, получше твоего будет. Ань, ну не обижайся, ну че ты, малыш, подожди меня там за кулисами. Да е-мое. Да не ты, господи. Настя, подожди, пожалуйста. Ань, ну не обижайся, ну че ты. Герман, что это было? Получается все? Между нами все кончено, да? Конечно, приятно осознавать, что сейчас ты подумаешь, что между нами что-то было. Но отвечу себе так, как сказали Якунину. Твой поезд ушел. Хорошо, хорошо. Тогда я тоже пойду на свидание с первым встречным. С кем? Да вон, хоть с Валдисом. Ничего себе, первый встречный. Ты погасила свечи за годами. Валдис, готовьтесь, это она вам, потому что вряд ли в зале какой-нибудь еще Валдис есть. Сейчас, наверное, Дмитрий сидит и думает, а почему Аня выбрал не его? Неужто закончился этот фарт последних трех лет, да, Дмитрий? Здравствуйте. Валдис, а давайте сразу выпьем. Давайте выпьем за то, что если в жизни вы когда-нибудь спотыкались, то только об деньги, а если падали, то только в объятия. Как вы понимаете, предыдущее свидание у Ани было с грузином. Герман. Ну что Герман? Вообще, понимаешь, что это будешь Анна Пельш? Звучит как команда. Анна, Пельш! Валдис, не обращайте внимания. Знаете, я тут прочитала... Она прочитала. Я тут прочитала, что ваше имя с латинского переводится как правитель. С латышского Аня. Валдис, скажите, а почему вы так давно не вели какую-нибудь новую передачу? Это не к этому столько вопрос адресован, Аня. Ты вот это, чуть полевее спроси. Я думаю, Валдису тоже будет интересно послушать. Давай уже, это, шевели своими амбициями обратно на сцену. У нас выступление. А у меня свидание. Ну-то отвечу тебе по-мурмански. Гражданочка, свидание окончено. Не мешайте мужчине спокойно сидеть. Друзья, вот очень многие люди не верят в нашу команду, но все равно продолжают не играть. А наша команда, она, знаете, ну как барсук, перебегающий мкат в 60-е годы. Нас может остановить, только победа. Сборная Мурманска, остановите нас кто-нибудь, пожалуйста. Плохая компания. Красноярский край. Здравствуйте, уважаемые. Перед вами плохая компания. Безусловно, полуфинал очень ответственная игра. Да капец, когда уже неответственные начнутся. Я что-то не понял, Валера, ты что, не хочешь в финал? Почему? Хочу. Эдик, может быть, ты не хочешь в финал? Хочу. Арсен, ты хочешь в финал? Хочу. Пацаны, вы, если правда хотите в финал, может, как-то посмешнее отвечать начнете, что ли? Давайте-ка дальше. Только по делу и только смешно. Ну что ж, дорогие друзья, и для начала представьте. Автомобиль сотрудников ДПС слетел в кувет. Итак, где-то на трассе. Бог есть! Ну вот же, ну есть же добрые люди. Здравствуйте. Просто так... Ах, ты гадина, а! В последнее время все большую популярность набирает такой аттракцион, как полеты в аэротрубе. Но взлететь удается далеко не всем. Что, все, время закончилось? Не, сейчас аппарат отдохнет, просто в соседнем доме свет вырубило. Это неловко получилось. У вас, наверное, раньше такого не было. Ой, вы не переживайте, у нас масса курьезов в нашем парке аттракционов. На прошлой неделе вот лошадь под человеком сдохла. Вы же сказали, она старая была. Ой, это вы, извините, я... Продолжаем. В пункте приема цветных металлов. Михалыч, ну это же двухжильный, мы такие не принимаем. Пни меня в грудь, чтоб я его отпустил нахрен. Недавно известный боксер Рой Джонс получил российское гражданство. Итак, Рой Джонс в паспортном столе. Успокоился. Давай продолжим. Справка из БТИ. Выписка из домовой книги. Четыре фотографии, три на четыре. Надо без уголка. What a fuck! Ты по факту, ты по факту, ты по факту мне. Факает он мне тут. Меня пугать не надо, я пуганная. Я перед Кадыровым табличку обед поставила. Ты понял меня, молдаванин? Да. 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 Этим летом вновь разразился скандал с прослушкой американскими спецслужбами первых лиц государств. Но самая необычная работа у человека, который прослушивает Александра Лукашенко. Дай мне силу, я открою любые двери, я убью любого звера, ты мне веришь, дай мне. Ребят. Ребят, я вас очень прошу, можно я пойду? А, ну там ничего не происходит. Он до этого два часа суп ел, сейчас поет. Мы так ничего не узнаем. Продолжайте прослушку, Смит. Не, женщина беленький, такие тыквенные. Давайте хотя бы поменяемся, я очень прошу. Смит, продолжайте слушать. Место пуска ядерных ракет. О, а вот это уже интересно. Ну, шахта. Черт, тогда Пугачева не подходит. Я пошел. Ну и напоследок. Существует версия, что мат на Древнюю Русь принесли татаро-монголы. Итак, древние русичи впервые услышали мат. Красиво. Ага. А что значит? По ситуации. А как пишется? Покажешь? Конечно, где писать? А давай прям вот, на заборе. Прям так и пишется. Как слышится, так и пишется. Понятно. А есть еще какие-нибудь? Это база. Производные сами придумаете. А вот это вы как придумали? А вот деревню вашу увидели, так и придумали. Очень похоже на нашу деревню. А вы к нам надолго? Надолго. Плохо? Неплохо. Ну что ж. В конце хотелось бы обратиться к вам, уважаемые члены жюри. Дело в том, что перед вами стоят те самые люди, которые, если смотрят телевизор, то исключительно Первый канал, Константин Львович. Если смотрят телепередачи, то только те, которые ведете вы, Дмитрий. Если слушают музыку, то только вашу Пелагея. С вами Валдис, мы вообще всегда здороваемся. Поэтому мы все, что смогли, для вас уже сделали. Теперь ваша очередь. И завершает конкурс приветствия землепроходцы. Команда КВН сборная Камызиакского края по КВН Астраханская область. Ну что ж, летс го! А нам не верится, что мы снова встретились. И вот поступил этот полуфинал, а Камызиак по Москве так скучал. Мы скучали, Москва! Здесь звезды ярче горят, ведь это Первый канал. Снова Мозыкова вели Камызиак. Сразу скучал, он тоже скучал. Ваш Камызиак. Ваш Камызиак. И Мозыков. И Мозыков. Первый канал. Первый канал. Просто кайфу. Да, подождите, ребята, хватит, хватит, стоп, стоп, ребята, хватит. Ну-ка, что значит, просто кайфуй. Вы что, перебалдеем же. Да, что? Да, 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 как гуф в Красноярске. Добрый вечер, Москва, здравствуйте. Привет всем. Так, тема игры какая? Земля. Ух ты, земля на этот раз, ты смотри. Что говоришь, мальчишка? Да, 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 очень дорогая тема в Москве. Вы знаете... Эх, ёпу, РСТ, потерял. Что потерял? Рот закрой, говорю, я потерял. Ты что так разговариваешь? Слышь, уроды, говорю, давай искать. Что искать? Да ну вас. Здорово, Костя. Слушай, ты случайно мою субординацию не видел? Не, просто хамство на месте, я не знаю. Чего ты ржешь? Ноги, говорю, субординацию потерял. Так, пригоди, ну-ка, быстро. Костя Лидович, извините, пожалуйста, ну не обращайте внимания. Нагиев, ну чё ты ржешь, действительно? Ну травма у человека, понимаете, травма. Друзья, помните, рубль упал? Помните? Так вот он прям вот сюда вот упал. Прям грохнулся, да. Так что выше рубль Москва, Камызяки, сейчас. Ну очень интересное интервью. Скажите, а это они сейчас в хоккей играют? Нет, это волейбол. Друзья, сегодня у нас в гостях директор спортивного канала Матч ТВ Тина Канделаки. Скажите, пожалуйста, Тина, вот скажите, пожалуйста, вот как вот вам, человеку, который совершенно не разбирается в спорте, удалось стать директором спортивного канала? Знаете что, я не буду отвечать на этот вопрос. Давайте другой вопрос. Да? А других вопросов у нас к вам больше нет. До свидания. Это была Тина Канделаки, директор спортивного канала. С появлением одного из членов жюри в шоу «Голос» многие исполнители стали думать, что теперь попасть в телепроект стало гораздо проще. Йоу-йоу-йоу-йоу, я из Ростова. Я родился в Ростове, там же где рэпер Баста. Ладно, дайте мне бит. Йоу-йоу-йоу-йоу, это история о том, как в 93-м году в Ростове мы грабанули с другом бабку и этого друга звали. Стоп, 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 все, ты проходишь, ты проходишь. Точно? Точно проходишь, гал. Точно, 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 без деталей, все. Смайдерми, голыми, губнями, шаломыми, ветрами, насколько это мечтая. Дайте дорогу, мы пытаемся. Иногда тяга к высокому искусству толкает людей на низкие поступки. Итак, представьте такую ситуацию, ограбили музей современного искусства. Давайте еще раз опись проведем, так говорите, что пропало? Господи, да все пропало. По-моему, здесь все так и было. Ну. Вы в своем уме? Эти сволочи украли всю выставку Габриэля Випехина. Вы понимаете, они украли отождественную безмятежность, и глубину мысли, и искривленную прямую, и тупик вселенной. Мне плохо. Короче, запиши, украли 40 килограмм проволоки. Скажите, а что-нибудь стеклянное или пластмассовое украли? Да нет. Все понятно, они всю эту фигню повезли в пункт приема цветного металла. Поехали, все. Подождите, а мне что делать? Собирайся, с нами поедешь. Куда? В наркологию. На безмятежность тебя проверим. Друзья, давайте немного пофантазируем и представим, что в России есть город, в который никогда не приезжал Владимир Владимирович Путин. А в этом городе есть человек, который его ждет. Короче, чего фантазировать, это город Камызяк. Итак, мэрия города Камызяк. Где же, где же? Извините, опоздал. Ну, наконец-то, елки-мал. Ну что, Путин приезжал? Нет. Приехал и уволил, да? Да нет же, елки-мал. Ну все, тогда слава богу. Давайте тогда еще раз по каждому пункту еще конкретненько пройдем. Да сколько можно, каждый день этот же город блестит уже. Еще раз говорю, надо, чтобы все было идеально. Так, давайте, ковровую дорожку. Нарисовали. Нарисовали. Учителям улыбки степлером натянули? Натянули. Ну видно же, вон скобы за ушами. Это просто вы знаете, куда смотреть. Да, ну все-то, да. Так, а самых всех некрасивых людей из Камызяка вывезли? Да, всех уродов за город. Ну что ты врешь, вот стоишь наглым образом, а? Я говорю, надо, чтобы все было идеально. А вдруг он сейчас приедет не в настроении после этого ООНа? А там еще Европа-то мозги компасирует. Ой, пусть это Европа сначала нашей стране за газ заплатит. Ты сначала сам своей стране за газ заплати. А мне кажется, он не приедет. Ну что ты такое говоришь? Он же деньги выделяет. Как это, не приедет? А? Ну как это, не приедет? А тогда для кого я это все делаю? А? Для кого я вот в школах линолеум постелил, компьютерный класс поставил, МРТ в эту больницу. Для кого? Для простых людей. Для каких простых людей? Фу, вспомнил сейчас их. Для каких простых людей? Они меня только выбрать могут, понимаешь? А уволить они же меня не смогут. Приехал! Приехал! Ты что наделал? Да заколебал, потому что каждый день одно и то же. Короче, очнется, скажем, что Путин приезжал и зарплаты нам поднял. Друзья, ну и в тему приветствия. Вы знаете, вот наша команда, вот как раз таки есть те самые землепроходцы. Потому что мы первые, кто в Камызяке попали на первый канал. Ну, не считая человека, который приезжал на поле чудес и два раза букву «З» назвал. Спасибо. Друзья мои, начало положено. Первый конкурс сыгран. Для полноты картины не хватает еще раз увидеть все команды и узнать оценки нашего жюри. И начнем с команд. Команды, пожалуйста. Итак, друзья мои, максимум за этот конкурс Камажда может получить 5 баллов. Это в том случае, если ее поход в рамках конкурса приветствия понравился. Судьям, если не понравился, то они команду могут и приземлить. Ну, в общем, давайте разбираться. Уважаемые судьи, будьте добры. Оценки, как в протоколе у вас. Приветствия, максимум 5 баллов. Сборная Дагестана. 5, 5, 4, 5, 5. Команда КВН «Саратов». 5, 4, 4, 5, 4. Сборная города Мурманск. 5, 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов. Приветствия. Плохая компания «Красноярский край». Все судьи вновь 5 баллов. И еще одно приветствие. Сборная Камызиакского края по КВН. Колебался в процессе один человек. Это председатель жюри. Какую оценку поставить? Ну, медленно поднимал оценки. Медленно. Но... Дальше опередил меня просто. Но хорошие оценки равно... Жюри сегодня как-то очень хорошо расположено. Так. Редакторы. А у вас-то как дела? Все хорошо. Средний балл за конкурс приветствия. Команда КВН «Саратов». 4,4 балла. Сборная Дагестана. 4,8 балла. И три команды имеют в своем активе по 5 баллов. Сборная города Мурманска «Плохая компания» и сборная Камызиакского края по КВН. Мы переходим к следующему конкурсу. В полуфинальных играх мы хотели бы немного поэкспериментировать и представить, в общем, новую версию хорошо знакомого конкурса, конкурса «Биатлон». Ну, что будет происходить? То, что происходит всегда в биатлоне. Энное количество участников той или иной команды выстраивается. Это исполнители. Играть будем на вылет. Но вместо шуток сегодня они нам будут петь короткие юмористические песенки. Как мы в КВН это все называем «карапули». Вот поэтому конкурс мы решили назвать «Музыкальный биатлон». Итак, «Музыкальный биатлон. Земные радости». Начинаем. Махачкала. Хотела Габриэлем ты назвать кота, А я хотел как деда Хажимуса. Имя теперь кота Габриэль Хажимуса. Где-то фольклор. Так, дальше, пожалуйста, Саратов. Праздничная. В лесу очнулась девочка второго января, А рядом безакцизная бутылка вискаря. Плохая компания. Моя бабушка вешает куртки. Гардеробщик, бабушка моя. Дальше, Мурманск. Европейская. Во французской стороне в шоке все маленько. Нету там теперь бонжур. Есть салам алейкум. Пожалуйста, Камазяки, пожалуйста. Песня про единственный в жизни шанс. В КВ не так бывает. Певцы шутят не смешно. Но зато я точно знаю, Что пою я хорошо. И спасибо Маслякову За музыкальный биатлон. Не проиграю же корову, Спев вам долго не смешно. Единственный в жизни шанс В биатлоне песню спеть. Зачем мне в шоу голос лезть? Биатлон же есть. Зачем мне теперь заря? Ведь сбылась мечта моя. И срывая якоря, Прочь летит душа моя. АПЛОДИСМЕНТЫ Все! АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Все плохо! Внимание! Внимание! Да, Константин Львович, что ты? Я говорю, правда поет неплохо? Поет неплохо и неожиданно, Понимаешь, для биатлона. Константин Львович! Увы, Саратов. Так, в команде Саратов На одного участника меньше, И мы продолжаем. Пожалуйста, Махачкала. Симпатичный иностранец Пригласил меня с собой, Оказался дагестанец, Забери меня, мама, домой. Саратов. Испортила всю ночь Несвежая самса, Не спит шофер-дальнобойщик. Плохая компания. Песня. А ты стоишь на берегу В синем платье, И очень стыдно признавать, Что мы братья. Как-то... Я хотел бы, Я хотел бы, Чтоб тема закончилась на этом. Чтоб дальше как-то мы Выбились куда-нибудь. Не то придется звонить Алтону Джону. Борманс. Песня об отдыхе. Грудь размера бы второго, Я пощупал в Комарова, Но, увы, в Карельских скалах, Только я и водолаз. Я чувствую, Приготовиться надо, Я теперь уже боюсь. Давай, Слава! У Лаврова нет плохого слова, Все, что он не скажет, Благодать. Ну, а то, что не для перевода, Надо благодарно принимать. Константин Львович. Саратов. Саратов. Итак, у команды Саратов 0,6 баллов. Продолжаем. Едем, едем, Соседнее село, Если честно, подраться. Плохая компания. Суровым и беспощадным Корпоративом посвящается. Ах, какая женщина, Какая женщина Пьет из лужи. Пожалуйста, Мурманск. Пьяная женщина Крутится, вертится, Но полицейский сильней. Песня женская, жизненная. Ночью ешь колбасу, Днем трепещут лосины. Уважаемые судьи. Константин Львович. Плохая компания. Плохая компания. Спасибо. Продолжаем. Гей моряк, Ты слишком долго плавал. Пожалуйста, Плохая компания, пожалуйста. Всю неделю в полвторого Меня доят, я корова. Мурманск. Предпринчевая песня. Бабушка, 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 старушка Прописала сто мигрантов В маленькой однушке. Камазяки. На сцене незнакомая звезда, На столах ни вискаря, ни рома. Видать, в стране действительно беда, Если это корпорат Газпрома. Судьи. Мурманск. Мурманск. Уходит участник. Продолжаем. Песня про плохую экологию. Бегут перелетные птицы. Хорошо, дальше, пожалуйста. Плохая компания. Девушка из высшего общества Не освоит животного отчества. Месси весело играть с пахтакором, С пахтакором, с пахтакором, Потому что забивать можно лёжа, Можно сидя, можно попой. Камазяки. А с дедом нету больше общих тем, Кроме как про МММ. Судьи. Плохая компания. Плохая компания. 0,7 балла зарабатывает в этом конкурсе. Поехали. Невозможно рассказать вам историю Литвы. Очень скучно. Я, Любе, очень долго слушаю, Если б четверо детей родилось, Я б назвал их без промедления. Баня, водка, гармония, лосось. Камазяки. Песня-сюжет для передачи «Пусть говорят». Таня плюс Володя, вдруг мама входит, Маме всё понятно без лишних слов, Мама улыбнулась, но не уходит, В общем, все втроём, и сюжет готов. Песня про отца с плохой фантазией. Хоп, хей, ла-ла-лей, я назвал токсиновей. Пожалуйста, Герман. У салата вышел срок, дома посижу. Азамат. Не думай о секундах свысока, Ввиду досрочного освобождения, Ты просто покрывала мужика. Евгения, Евгения, Евгения. Мурманс. 0,8 балла сборная Мурманска. 0,9 и 1 балл в этом длительном музыкальном марафоне. Прошу, Махачкала. Лондон, Париж, что же ты с Евро творишь? Камазяки. Оркестр, термит, васаби, Скринтач, Назарбаев, степь. Думайте сами, решайте сами, Логическая ли это цепь? Махачкала. Махачкала. Спасибо тебе. Пожалуйста, Махачкала. Песня про дагестанскую домохозяйку. Милая, 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 Милая пол и окно. Азамат. Казахская песня. В моем саду, хи-хи-ха-ха, Растет сама собою. Жюри присуждают победу камазякам. 0,9 десятых Дагестан. Один балл сборная Камазякского края по КВН. Сумма баллов за два конкурса. Команда КВН Саратов. Пять баллов ровно. Сборная Дагестана. Пять целых семь десятых баллов. Плохая компания. Пять целых семь десятых баллов. Сборная города Мурманска. Пять целых восемь десятых баллов. И сборная Камазякского края по КВН. Шесть баллов ровно. Спасибо. Переходим к следующему конкурсу. Им будет конкурс STEM. Любители КВН знают этот конкурс. Небольшая мини-пьеса юмористического содержания. Ситуация нелепая, в которую попадает герой вот этой пьесы. Собственно, я рассказываю вообще. А конкретно сейчас будут излагать сами команды. Итак, STEM, который называется «Земляки». Сборная Камазякского края по КВН. Астраханская область. В последнее время бытует мнение, мол, за границей лучше, чем у нас на родине. Некоторые даже подумывают уехать. В последний раз такие же мысли были у белогвардейцев. Так давайте же еще раз вспомним, чем все это закончилось. О России думаю я часто Как хочу я ею дорожить Но чтобы полюбить Россию страстно Ведь на ней в России надо жить Согласен, полностью с вами согласен, княгинец Уезжать надо из России Но для начала нам нужно исключить из нашей речи Вот эту пресловутую букву с С на конце каждого слова Ну-ка объясните, поручик Ну, во-первых, нам станет быстрее и легче друг дружку понимать А во-вторых, ну мы же как дебилы Давайте попробуем Получилось, смотрите, легко Браво, право, поручик И легче играть в города А думай, как дураки Ставрополь Самарос Севастополь Ну, хватит, хватит Действительно, уезжать надо из России Давайте в Лондон, там все наши Вам легко говорить, Яков Моисеевич? А что делать таким, как я, Ивановым? В городе Красный, повсюду Красный Ага! Попались морды белогвардейские Стрелять вас буду, как собак бездонных Господа, не бойтесь, рад представить вам подпоручик Дорохов Это наш специальный агент Я внедрил его в ряды Красной Армии Но он слишком сильно вжился в роль Закрой свой белогвардейский рот! Я скучал Мое почтение Белогвардейская подстилка Честь имею! Вот фотографии Ну, коли вы наш, какие новости? Ничего я тебе не скажу Слушайте, господа Иркутск пал, красный в городе А Единая Россия Второе место Чертям катится в русле Подпоручик Дорохов Умоляю вас, спасите нас Найдите нам билеты на пароход во Францию Будет исполнено Ваше вшивое благородие Ну что, господа С Богом! Бога нет! Поручик А вы уверены в подпоручике Дорохове? Естественно, нет Вы же сами видели, он шизофреник Но Надеяться больше не на кого Господи Давайте уже вызовем карету И уедем отсюда Точно! Давайте вызовем карету Но, как, диктуйте Какой здесь адре? Что? Адре Что? Нет, все-таки давайте оставлять В некоторых словах С на конце Адрес Адрес? Белогвардейское отродье Держи морды, буржуазные! Друзья, ознакомьтесь Это жена подпоручика Дорохова Она тоже агент? В том-то и дело, что нет Закрыли свои белогвардейские рты И слушайте Мы с товарищами Написали вам коллективный ультиматум Читайте Царелюбы Буржуасты Поручик, ну что там, не томите Боже мой, как много мата Я не могу позволить себе читать Это присутствие женщины Крегиня, прочтите вы Ну, если без мата Тогда В На Мать Господа, здесь одно слово Я не пойму, это мат или нет Ну, смотря в каком контексте Ну, тут про собаку Тогда это не мат Тогда сука Что? Что вы сказали? Господа, у меня пренеприятнейшее известие Французских пароходов не будет Они отдали деньги Что же такое? Что же такое? Боже, храни вождя! Ага! Господа Меня поймали красные Долго пытали Но я им ничего не сказал Они меня отпустили Прям так отпустили? Просто отпустили Спасибо, товарищ Что показал нам дорогу Мерзавец, ты нас предал Закрой свой белогвардейский рот Да-да Завали свою красноармейскую пасть Я извиняюсь А этот мужчина с пистолетом Он вообще за кого? Умлите, белые Поручик нет Короче, стоп! Все это, подождите Стоп, вставай Вставай, вставай Знаете что? Вы вообще что хотите? Не пойму я Мы хотим, чтобы все были равны Это же бред полнейший Что значит все равны? Вот сам представь Да, вот если, например Вот вы, рабочий класс Да, будете получать Такую же зарплату Как, например, дворяне Да? Ты же просто сопьешься от радости Ну да Ну, а если, например, дворяне Будут получать такую же зарплату Как рабочий класс Он же сопьется с горя Это вы к чему? К тому, что все В любом случае сопьются Не с этим мы боремся, друзья С дурью в башке надо бороться Разруха в головах Продолжаем конкурс Стэм-земляки Версия сборной Дагестана Махачкала Дорогие друзья Дагестанский Государственный Драматический театр Представляете? Представляет современную постановку По мотивам произведения Нашего земляка Шарля Пероева Золушка 157 158 159 Злая мачеха Почему я должен отниматься? Потому что мое мачехинское сердце Волнуется о тебе Я же не хочу, чтобы ты проиграла На собачьих боях Я же человек все же заметил Да не, не заметил Спасибо, добрый злая мачеха Мама Сегодня день города И на празднике будет Сын мэра Я все сделаю, чтобы выйти за него замуж А я, мама А ты больше про нем Меня мама не называй Поехали, дочка Мяу А в это время на самом празднике Сын мэра попал под обаяние мачехи Ой, что вы со мной делаете Сын мэра Ну прям вы У меня прям голова кружится от вас Ну прям Ягаза какая-то Прям немецкая машина Пойду попудрю носик Жара Моя любимая песня Мы с вами нигде раньше не встречались Мы любим друг друга И будем жить вместе Да у тебя вообще когда-нибудь в жизни были мужчины? Да А вы это вниз прошли? Я своего сына мэра никому не отдам Ты че здесь носом машешь, а? Я пять лет на боевой сальса ходил Смотри, я еще что-то сделаю Раз, два, три, четыре Раз, два Иди на меня Раз, два, три А я три года ходила на дартс Господи Ну кого же мне выбрать? Мачеху? Или? Это не по правилам! Золушка Мой медвежонок Дорогие друзья К чему вы показали этот стем? Вот почему Золушка стала счастливой Потому что ради любви она нарушила все правила Любовь одна виновата Лишь любовь во всем виновата Лишь любовь всегда виновата Вот и она Стем Земляки Версия команды Саратов В своем стеме мы хотим показать вам обычную анекдотичную ситуацию Когда муж возвращается домой и застает жену с любовником Но мы решили ее немного АКВНить И так как в слове КВН три буквы То и все слова в нашем стеме будут состоять исключительно из трех букв Итак, дом, она, час дня Дин-дон Кто там? Юра Юра Муж тут? Нет Это вам Вау Так, чик А ты там, 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 где Это все Вот так Сой жив ПТУ Мам МГУ МГУ, МИД, ООН Ага, щас ПТУ, ВДВ, ЧОП Без рук Дед Жек, зло Все еле-еле Все тяп-ляп Все абы как Газ Газ Тристо Как так? Это кто? Это вор Вор Пес Фас Дед Пса уже год как нет Как нет? Бим Бим Юра Усы вам шли Зря Это муж Иди в шкаф Шкаф, четыре буквы Это муж Шкаф так шкаф Шеф, гад Шеф, чмо Юль Вкл Что, где, кто Для КНР Это был бог Кто это? Мао Цзэдун Мао Цзэдун Три-два О как! Маг Юля Так Это что? Это кот 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 Мяу Вот кот Где? Вот тут Кто это? Мао Цзэдун Три-два Зря Как вас? Юра Так вот, Юра Нож пах? Нет Был? Нет Без лжи Зуб даю Сейчас, кто там еще? Это, как его? Там МАЗ, ваш БМВ, все Пол БМВ тут, пол БМВ там Так, у нас УАЗ А чей БМВ? Мой А чей МАЗ? Мой Дед что? Лох Зал Это все для вас Четвертый Стэм Плохая компания Наши земляки Нередко перенимают Опыт зарубежных сериалов И так По мотивам Известного Зарубежного сериала Во все тяжкие Самогонщики Вот она, Витька 97% Чистейшая Нам с тобой пора уже на международный уровень выходить Да подожди ты, дядь Коль Меня вон в институте спрашивают Че я, мол, на пары не хожу? Так ну я же преподаватель Я же тебе написал освобождение Так-то ты в школе трудовик Меня в институте нахрен с этой бумажкой отправили? Я не знаю Ты вот лучше знаешь, что, Витька Ты за котлом следи Я тебе не олигарх Каждый день новые окна вставлять Ты понял? Да помню, я помню А ты помнишь, что мне завтра на техосмотр ехать? Все приготовил Бутылка из-под Хеннесси Воронка Заварка Все сделаем Все, короче Зови сюда маркетолога Георгич Георгич Это с ним не так же надо Георгич готово Че у нас с рекламой? Я когда ее... И она... Ой, как слеза Эмоциональный слоган, Георгич Только слов надо побольше Непонятно, что на этикетке писать, понимаешь? Дай-ка ему три партии пробников Ну куда три-то? Пусть хоть одну раздаст На Хоть одну раздай Так мы с тобой так скоро и на межгалактический выйдем В смысле? Ну на Марсе же воду нашли Нам осталось только дрожжи, сахар закинуть и все Дядь Коль, я тут рынок промониторил У нас сильно продажи последние два месяца упали В чем причина? Да все из-за Слуцкого Когда капелло сборную тренировал, бед не знали Да, тогда хорошо брали, конечно Дядь Коль, все хотел спросить А ты зачем всем этим занимаешься? Так у меня же, Витька, как у любого творца Есть высокая мечта, понимаешь? Я хочу после себя след в истории оставить Хочу сделать так, чтобы людям проще жить было Не понял? Хочу такую сделать, чтобы с антибиотиками пить можно было, понимаешь? А, высокая цель Браво! Вот они, подпольные игроки нашего рынка Ты еще кто такой? Я директор ликероводочного завода И я хочу знать, в чем секрет вашего синего самогона Мы тебе ничего не скажем Хорошо, тогда останешься без своего подмастерья Ярослав Дядь Коль, не гони, оно того не стоит Витька, я клянусь, я не знаю, почему оно синее Стойте, вы что творите? Это просто мой котел Я в 90-е джинсы варил, вот она и синяя А в остальном это обычный самогон? Ну да Пойдем отсюда, Ярик, придурки какие-то Георгич, а ты почему нам раньше этого не рассказывал? Так это я только что придумал Я откуда знаю, что оно у вас синее? Вы змеик, проверьте, ученые Еще один стем земляки Сборная города Мурманск Наш стем писали мы и Грибоедов Сюжет вам всем знаком весьма Дом депутата Фамуса, Вополдень Москва, Рублевка, горе от ума Читай мне новости, Петрушка, что там пишут? С толком, с расстановкой, что там с международной обстановкой? Помещица Васильева вот вышла по УДО Тоже новость! Это знали все задолго до Ее вон в ГУМе повстречали мы Она там мерила бриллианты для тюрьмы Смотрела платье, как на ней сидит В котором она якобы сидит А доллар что? Уже 65 Ты посмотри, подрос опять Вот барин, как по мне, чтоб зло пресечь Собрать все доллары да сжечь Лицом же обратиться к вере Опять ты летом был на Селигере? Пшел вон, служанку Лизу позови, пусть чаю принесет Лиза! Послушай, Лиза, а сколько тебе лет? 16, барин Хороша порода Пожалуй, принесешь мне чай в постель Да не сейчас, постой Через два года Плутовка К вам граф Александр Андреевичацкий из Европы О, прощи! Давненько вас не видели А я 15 лет уже живу в Европе Но сердце захотело перемен Ну как вы тут, в России все живете? По-прежнему, вот Все встаем с колен Слыхал, слыхал Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, сегодня будет два О, в понедельник будет 8 баллов Все кольца красные и так до четверга Ладно А как там Софья, ваша дочь? Сейчас ее и позову Эй, Софья, дочка! Вы звали, папенька? Запомни, наконец Я папенька для Лизы А тебе, отец? Вас граф Александр Андреевичацкий ожидают Готовы можем стать мы для моей красы? Милейший У нее ж усы Счастливые усов не наблюдают Позвольте, я жениться не готов Так и без вас хватает женихов На днях вот схватался к нам Тимати По прозвищу Блэк Стар Незваный гость К тому же и статар Хотя вот молод, загорел, здоровьем пышет Да-да, он хорошо читает То, что плохо пишет Зря нос воротите За доченьку свою приданное богатое даю У меня Бентли, особняк и яхта Зарплата 300 миллионов в год Откуда? Так ведь я ж теперь слуга народа А в мире нет щедрее, чем наш народ Так вы, мой друг, теперь миллиардер Я третий в списке Форбс ЛДПР Эй, Лиза, подь сюды А послушай, Лиза А где твой паспорт? Я крепостная, барин Паспорт мой у вас О, пожалуй, чай я буду сейчас Полночу, ну Пройдемся Люблю я осень Нет чудней поры Калейдоскоп из красно-желтых пятен А вдалеке крестьяне Жгут сыры Да И дым отечества нам сладок и приятен А стайки осчастливленных ворон? Вон, клюют из-под бульдозера хамон Эх, благодать Ну а в Европе что? В Европу беженцы бегут Не знаем, что нам делать Ну имейте смелость И не фиг жить так, чтобы к вам хотелось Вам, кстати, мат А судьи кто? А прокуроры где? Что с экономикой? С ценой на нефть? С рублем? Таких вопросов мы не задаем Какой-то вы Престранный персонаж Его проверить Но Крым наш, не наш Вот как по мне Мотив ваш низок Не из-за этих ли идей Вы и попали В санкционный черный список Из самых светлых вам скажу Людей А как же Запад? Ну что нам Запад? Вдалеке он где-то И он из-под тяжка настолько злит Я верю в то, что Запад Это ум планеты И нужно делать то, что ум велит Ну пусть Запад ум Россия это сердце Ей не прикажешь Все решить сама А как же ум? Ну что тут скажешь? Что и в начале Горе от ума Ну что ж, вот и стемы закончились Судьи сейчас дадут оценки Всем командам за стем земляки Исходя из максимума 4 балла Пожалуйста, ваши оценки Сборная Дагестана, Махачкала 3, 3, все судьи 3 балла Стем Саратов 3, 3, 3, 3, 3 Все судьи 3 балла Сборная Мурманска Стем 4, 4, 4, 3, 3 Стем Команда КВН Плохая компания 3, 3, 3 Все судьи 3 балла Стем Сборная Камазиакского края По КВН 4, 3, 3, 4, 3 Итак, сумма за 3 конкурса Команда КВН Саратов 8 баллов ровно Команда КВН Сборная Дагестана И Плохая компания По 8,7 балла И команда КВН Сборная Камазиакского края По КВНу И сборная города Мурманска По 9,4 балла Друзья мои Последний конкурс Первой полуфинальной игры Нам вообще хотелось бы Закончить как-то ярко, музыкально Ну, естественно, силами команд Что из этого получилось Сейчас мы с вами увидим Потому что каждой команде Предстояло снять видеоклип О своем городе О своем регионе И в этом клипе Попробовать немножко Об особенностях их родной земли Итак, конкурс Видеоклип Родная земля Команда КВН Плохая компания Сборная Красноярского края Тема этого конкурса Родная земля И поэтому наш музыкальный видеоклип Будет о нашем любимом Красноярском крае Есть столица в Сибири На реке Енисея Меньше даже Москва Чем тайга и леса Красноярска Где наша родная земля Сибиряк всегда В авторитете Но его не увидишь Ты в кабриолете Все очень сурово Как не посмотреть Наш домашний питомец Это медведь В нашем крае на спор Сделан упор У нас идет акция Турник в каждый двор Всю молодежь Турники соберут Ведь бесплатно Вайфай Они раздают Мы из Красноярска, и мы этим дамдимся. Сибирь не курорт, здесь мало туристов. Сибирь место ссылки для декабристов. Радищев и Пущин здесь побывали, они давно к нам. Даже гуфа сослали, у нас жить безопасно и очень легко. Но криминалити сказал бы мутко, даже если в городе объявится вор, то действует акция «Турник в каждый двор». Мы из Красноярска, и мы этим дамдимся. Животных у нас нельзя обижать, ведь могут они за себя постоять. В Сибири любой к вам на помощь придет, даже поможет толкнуть самолет. У нас с сельским хозяйством все хорошо. Давим чужое, производим свое. Красноярские фермеры полны позитивов. Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. За три минуты сложно рассказать о любви к родной земле. Тем более, что Красноярский край – это не только Красноярск, но и другие города, в которых мы родились. Железногорск, Ачинск, Канск, Лесосибирск. Мы всегда про вас помним и скучаем. Мы из Красноярска, и мы этим дамдимся. Мы из Красноярского района. Сборная города Мурманск Здравствуйте еще раз, друзья В последнее время в рамках импортозамещения Россияне все чаще отдыхают внутри страны И Мурманск тоже решил вступить в борьбу За право называться всероссийским курортом Внимание на экран Киностудия имени Горького Опыта Производство Водоканаль Плюс Общественный совет Да любовь при ГУВД Мурманской области Обладатель пальмового Масло Казанского фестиваля При финансовой поддержке Было бы лучше А пока так Если есть на свете рай Это Краснодарский край Также Бог создать решил Край для тех, кто нагрешил Исчезли солнечные дни И птицы улетели И вот проводим мы одни Неделю за неделей Вдвоем с тобой Вдвоем с тобой Остались ты да я Любимая, любимая Бесценная моя Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой Остались ты да я Любимая, любимая Любимая, любимая Бесценная моя На косы вновь твои смотрю Не на любую Субтитры создавал DimaTorzok Не на любую сзади Птиц, влетевший Белый путь Пристал к отдельным прядям Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой Остались ты да я Любимая, любимая Бесценная моя Бесценная моя И солнцу улыбнем с тобой Печали нетая Любимая, любимая Бесценная моя Любимая, любимая Бесценная моя Исчезли солнечные дни Исчезли солнечные дни Следующий видеоклип Сборная Дагестана, Махачкала Друзья, ни для кого не секрет, что для дагестанцев второй родиной является Москва Но мы никогда не забываем о своей первой родине, Республике Дагестан И именно о ней наш клип Внимание на экран Что ты знаешь о Республике Дагестан? Ничего Поет Республика Дагестан Собственно, Собственно Эй, 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 эй Собственно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А после долгой зимы песня льется рекой В отражении над водой я пою сама собой Полюби меня такой, какая я есть В отражении над водой я пою сама собой Да полюби меня такой, какая я есть Разве плохо, что мы не похожи с тобой? Я позволила себе быть немножко другой Полюби меня такой, полюби меня такой Полюби меня такой, какая я есть Полюби меня такой, полюби меня такой Да полюби меня такой... Я как коренной в Москве говорю, что Дагестанцы очень хорошие люди Только одна горчая, что их здесь очень мало Хотелось бы побольше Дагестан... Дагестан, это очень красивая республика Россия, она национальная страна Спасибо Был у меня один дагестанец Сейчас я вам расскажу Хотя в принципе... Об этом нельзя рассказывать Столица Махачкала Столица Махачкала Находится на берегу Каспийского моря Полюби меня такой, какая я есть Да полюби меня такой, какая я есть Полюби меня такой, какой она есть Родная земля Кино из Саратова Во все времена люди уезжали из провинции в Москву И мы решили пофантазировать и представить Что будет, если все уедут из Саратова И останется только один человек Итак, представьте Последний человек в Саратове Друзья все валят за границу А я, наверное, остаюсь Смеюсь, напьюсь, если Жрать будет нечего Женюсь, друзья мне пишут Как ты тут А я нормально Супер гуд Супер, супер, супер гуд 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 Я нормально супер гуд И никуда я не поеду В ней в Союзе хорошо Везде мне стопочку нальют В какой кабак я не зашел Ведь все равно же все умрут Без разницы там или тут Супер, супер, супер гуд Я нормально, супер гуд Супер, супер, супер гуд Я отлично, супер гуд Вот так вот И никуда я не поеду Мне и в союзе хорошо Везде мне стопочку нальют В какой кабак я не зашел Друзья мне пишут, как ты тут А я нормально, супер гуд Супер, супер, супер гуд Я нормально, супер гуд Супер, супер, супер гуд Я нормально, супер гуд Субтитры сделал DimaTorzok Смеюсь-напьюсь, если мне плохо Жрать будет нечего, женюсь Друзья мне пишут, как ты тут А я нормально, супер гуд Супер-супер-супер гуд Я нормально, супер гуд Я нормально супер гуд, супер, супер, супер гуд. Не понимаю, почему люди уехали из Саратова. Здесь же так весело. Видеоклип «Родная земля». Сборная Камазякского края по КВНу Астраханская область. Дорогие друзья, если посмотреть на жизнь в Камазяке под хорошую музыку, то получится любой кадр из любого фильма и мира Кустурицы. Эта история произошла давным-давно, но уже при Путине. Существует легенда о том, как гуси спасли Рим. Так вот, наша история о том, как одна курица спасла Камазяк. Сегодня невидимая нить связала ваши судьбы. И никакие обстоятельства не смогут разорвать нить. Ни курс доллара, ни расширение НАТО на восток. Да пусть даже метеорит упадет на Камазяк. Является ли ваше желание свободным, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас на место. Нет. Газ, 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 газ. Газ, 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 газ. Газ, 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 газ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Друзья мои, вот все в смысле конкурсов на сегодня. Приглашаю команды на сцену. Прошу все вместе. ДимаTorzok 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 ДимаTorzok